7 класс, 4 серия. Угол. Угол это геометрическая фигура, которая состоит из точки и двух лучей, исходящих из этой точки. Лучи это стороны угла, а их общее начало называется вершиной угла. Можно обозначить, например, общее начало, например, буквой О. Это угол О. Можно обозначить вот таким образом. Угол О. О – это вершина угла, это общее начало двух лучей. Можно такой угол обозначить и другим способом. Например, если стороны обозначить строчными латинскими буквами, например, H и K, то тогда этот угол можно назвать угол H, K или H, O, K. Так, а если на сторонах обозначить, отметить точки, вот точка А принадлежит одному лучу, а точка В – другому лучу, тогда это будет угол АОБ или БОА. О обязательно на втором месте. Это вершина угла. То есть АОБ или БОА. Ну, а можно просто угол О. Развернутый угол – это угол, который образует дополнительные лучи. Если на прямой отметить точку А, то это будет как раз вершина развернутого угла. Обе его стороны лежат на одной прямой. Первая задача – сколько углов, меньших развернутого, образуется при пересечении четырех прямых? Так, давайте обозначим точку пересечения четырех прямых, например, латинской заглавной буквой О. Так, получается восемь лучей, имеющих начало в точке О. Давайте рассмотрим один из таких лучей. Например, луч О и вот вторая точка, допустим, точка А. Начало луча в точке О. А – это точка, лежащая на луче. Так, ну, а теперь давайте сосчитаем, сколько будет углов, меньших развернутого, так, чтобы одна из сторон была лучом ОА. Так, вот я сейчас покажу такие углы. Раз, два, три. Три, потому что следующий уже будет развернутый. А надо, чтобы было меньше развернутого. Так, теперь давайте обозначим следующий луч. Например, отметим здесь точку В. Это будет луч ОВ. И давайте сосчитаем углы, которые у нас получатся. Ну, мы будем отмечать углы, идущие вправо. Так, чтобы одна из сторон – это была бы ОВ, луч ОВ. Раз, два и три. Так, и так будет с каждым из лучей, из восьми. Итак, восемь лучей умножаем на три, и получается 24. Ответ в этой задаче – 24. Вторая задача. Начертите треугольник АВС. Отметьте точку D во внутренней области, внутри треугольника. Можно ли провести луч с началом в точке D, так, чтобы он не пересекал прямую АВ и пересекал луч АС? Так, такой луч провести можно. Например, луч, имеющий начало в точке D, должен быть параллелен прямой АВ. Он тогда эту прямую не будет пересекать. Но он будет пересекать луч АС. Давайте вот эту точку обозначим, например, буквой Е. В точке Е будет пересечение с лучом АС. Итак, вопрос «Можно ли провести?» Говорим «Да, можно». И третья задача. Сколько углов меньших развернутого вы видите на картинке? Так, ну, давайте посмотрим. Есть точка, где пересекаются три прямые. Сколько же образуется при этом углов меньших развернутого? Тоже давайте рассмотрим вот один из лучей. Вот, допустим, этот луч мы рассматриваем. И идем вправо. Считаем раз, два. Два угла. Так, теперь берем следующий луч. Вот этот. Тоже считаем вправо. Сколько будет углов меньших развернутого, таких, у которых одна из сторон, будет как раз вот этим лучом. Значит, здесь получается тоже раз и два. Так, ну, и поскольку таких лучей шесть, шесть умножаем на два, получается двенадцать. Так, значит, здесь будет двенадцать. Так, теперь осталось сосчитать, сколько будет лучей вот в этой точке. Здесь будет четыре. Раз, два, три, четыре. Которые меньше развернутого. И еще четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь осталось найти значение этой суммы. Двенадцать плюс восемь – двадцать. Ответ – двадцать.